Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам расскажу, как я готовлю ежевику бесшипную к укрытию на зиму. Были ко мне вопросы по поводу того, показать поподробнее, как я укрываю хрупкие сорта, потому что я вертикально формирую лозы замещения, то есть не пригибаю их в начале их формирования к земле. И что же у меня получается, успешно или неуспешно я это делаю? Я это делаю успешно, у меня получается хорошо сохранить укрытые и пригнутые лозы ежевики бесшипной. Обломов, побегов у меня практически никогда не случается, иногда конечно бывает, от этого никто не застрахован, но если соблюдать определенные правила, о которых я вам сегодня расскажу, избегать ошибок при укрытии, то в принципе все лозы хорошо гнутся и хорошо сохраняются. Ну и так, давайте посмотрим поближе, показывать вам буду сорт начес. Ну считается, что у него хрупкие побеги, лозы, я бы конечно так не сказал, я никакой разницы не вижу в укрытии начеса и трипл крауна, в общем по хрупкости или по способности сгибаться, у них по-моему одинаковые характеристики. Ну давайте я вам покажу поближе, что же можно сделать, если у вас небогатый опыт по укрытию ежевики. Итак, первая ошибка, которую совершают начинающие, так скажем, садоводы, которые выращивают ежевику, это слишком долго ее не укрывают. Укрывать надо при плюсовой температуре, пока еще вот эти стебли, они способны хорошо гнуться. Как только наступают постоянные ночные заморозки, лозы становятся хрупкими, поэтому лучше заранее их пригнуть. Сегодня, 20 октября, нахожусь в Московской области. Что касается региона, ну и смотрите, легко все пригнулось, это начес, ничего не поломалось. И для страховки можете установить вот такую пластиковую баклажку пятилитровую, и тогда вот эти лозы об нее обопрутся, она, конечно, закрыта, чтобы в ней была, так скажем, она сохраняла свою форму, то есть плотно закрыта пробкой. Баклажка пустая, воды в ней нет. Если у вас нет баклажек, а есть бревнышки, примерно такого же диаметра, диаметра сантиметров 30-40, вот, и это будет вообще тоже хороший вариант, положить какой-нибудь сюда поленце такое круглое, соответственно, либо вот такую пластиковую баклажку. Вот он начис лежит, и пришпилен он к земле. Ну давайте я сейчас вытащу эту шпильку, покажу подробнее. Вот смотрите, вот такой вот проволочной вилкой он пришпилен к земле, это обычная стальная проволока. Соответственно, вот так вот пригибается и втыкается в землю. У меня сразу и пригнуто три лозы замещения. Вот я воткнув землю, все надежно зафиксировано. Аналогично, также пришпилены и согнуты лозы сорта Triple Crown. Все хорошо, как видите, согнулось. Вот, никаких обломов, ничего нет. Далее, ошибка номер два, которую совершают начинающие садоводы, выращивающие ежевику. Это укрытие ежевики слишком рано. Вот сейчас я ее пригну, укрывать сейчас я ее не буду. Укрывать ее буду только когда, тогда, когда начнутся устойчивые, отрицательные ночные температуры. Ежевика выдерживает спокойно, кратковременное похолодание до минус 20 градусов. Ну, до минус 15, скажем так, в среднем. Вот самые такие неморзостойкие ежевики, они до минус 15. Ну, вот начис она холодостойкая считается. 20 градусов она спокойно держит. Triple Crown тоже до минус 20 она спокойно выдерживает. Вот, смотрите, здесь у меня первая проволока на шпалере. Высотой от земли на высоте она 50 сантиметров примерно. Ну, 50, может быть, 60 сантиметров. Вот она, первая проволока, идет до следующего столбика. Так вот, укровной материал будет перекинуть через эту проволоку. Не вот сюда, не под ней на лозы будет уложен укровной материал, а укрываю ее агроспаном белого цвета. Можно черного, но лучше белого. 60-й плотности можно укрывать в 2 и даже 3 слоя. Материал дышащий, ежевики, никакого вреда не будет. Кто-то даже укрывает пленкой, но я считаю, что оптимальный вариант укрытия, это, конечно, белым агроспаном 60-й плотности в 2 или даже в 3 слоя. Вот в моих условиях в Московской области очень хорошо держит это укрытие отрицательные зимние температуры вплоть до минус 20, до минус 30 градусов. Но когда минус 30, у нас обычно очень много снега. Итак, чтобы укрывной материал, на который будет зимой ложиться снег, не поломал вот эти побеги, то есть под своим грузом, чтобы они не сломались под грузом снега, укрывной материал перекидывается сверху вот так вот домиком через верхнюю проволоку. Поэтому проволока должна быть хорошей, обладать упругостью. Желательно столистую проволоку ставить диаметром не меньше 3 мм. Также вот в период, когда вот так вот уложили лозы и подготовили их к зимнему укрытию, можно и нужно обработать лозы от грибковых заболеваний. Чем обрабатывать? Обрабатывать можно различными фунгицидами, такими как топаз, другими медь-содержащими препаратами. Желательно, конечно, обрабатывать системными препаратами, которые проникают вглубь, во внутрь растений, в его ткани, и более длительный период они защищают. Медь-содержащие препараты тоже хорошо работают по ежевике. Можно и их применять. Допустим, я буду обрабатывать топазом. Как обрабатывать, я уже показывать не буду. Все знают. Заряжаем в опрыскиватель и опрыскиваем вот сейчас в уложенном состоянии прямо по лозам. Как обрезать ежевику я тоже в этом ролике не показываю, потому что у меня есть отдельный ролик по обрезке ежевики. В конце данного ролика вы можете найти ссылку на него. Там я подробнейшим образом рассказываю, как обрезать осенью бесшипую ежевику. Ну вот, дорогие друзья, вот таким я образом подготавливаю лозы ежевики к зимнему периоду. Подготавливаю к укрытию, но укрывать я буду примерно в ноябре. Кстати, сроки укрытия ежевики примерно такие же, как сроки укрытия винограда. Аналогичным образом у меня укрыты и другие сорта. Сейчас вы видите, сорт небеса могут подождать. То же самое, он согнут в дугу, подставлена баклажка. Это сорт астерина, сладкая ежевика, без кислоты. Здесь два, даже один побег замещения, он просто раздвоился. То есть один сильный и один пасынок у него идет. И тут же у меня укрыта еще и сорт джамбы. Я их уже показывал в предыдущих своих видео о ежевике. Нахожусь в Московской области, как я вам уже говорил. Ну а на этом, дорогие друзья, пока все. Не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан. Можете поставить вот такой значок лайк, если вам это видео понравилось. До новых встреч. Всем хорошего. Пока-пока.